Доброго дня, всем добрым людям. Мы на YouTube-канале Марка Солонина. На календаре февраль 2023 года. Мы продолжаем большой цикл рассказов про войны Израиля. Сейчас сегодня у нас начинается большой блок, посвященный войне 1973 года, войне судного дня. Эта война началась в 14 часов, в 2 часа дня. Тот важны часы 6 октября 1973 года и завершилась вечером 24 октября того же года. Итого 19 дней. Войн было много. Можно ли сказать, что это была самая тяжелая война? Наверное, нет, потому что всякая война, всякий бой тяжелый. Это не я придумал, это летом 1941 года. В приказе своем писал генерал-полковник Герман Готт, командующий 3-й танковой группой Вермахта. Он там в приказе написал. Господа офицеры, я прошу, чтобы вы мне не писали. В донесениях части ведут особый тяжелый бой, потому что каждый бой тяжелый. Тем не менее, в этой войне за 19 дней Израиль потерял, по разным оценкам, от 2,5, а может быть и до 3 тысяч человек убитыми, только убитыми, не считая раненых. Израиль потерял гигантское, просто неслыханное во всех предыдущих и последующих войнах, количество техники. И в этой войне, как и в предыдущих несколько дней, он был на грани гибели. Тем не менее, крайне упрощая, угрубляя изложение, все-таки можно сказать, что есть некая принципиальная разница этой войны от предыдущих. Война 1948 года, война, в которой он потерял еще больше людей, правда, за большее время, но там было 6 тысяч погибших. А первая война, война за независимостью, война 1948 года, противниками Израиля были большие банды погромщиков. Именно так надо определить все эти армии джихада, арабская освободительная армия, арабские легионы и так далее. Это были большие, не слишком вооруженные банды погромщиков, правда, намерения у них были абсолютно, абсолютно твердыми, геноцидными, и когда эти все люди, их лидеры, мы об этом говорили очень много в предыдущих сериях, когда они говорили, что мы зальем Палестину огнем и кровью, когда они говорили о том, что уцелеют только те, кто сможет убежать, но едва ли кто-то убежит, они совершенно не шутили. А намерения там были самые решительные, полное уничтожение государства и истребление физическое тех, кто не успеет убежать, но на тот момент бодливой корове бог рогов не дал. Война 1973 года, это, наверное, единственная война в истории Израиля, когда им противостояли армии, армии великолепно вооруженные, вооруженные, ну то, что они были более многочисленные, это не новость, они были великолепно вооружены, они были вооружены лучше, чем израильская армия, они управлялись очень мощным офицерским корпусом, конечно же, советским, и в этом смысле, пожалуй, никогда у Израиля не было такого квалифицированного и мощного противника. А вот что из-за всего этого дела получилось, мы и будем разбирать в этом блоке из нескольких рассказов. Для начала, чтобы дважды не вставать, поясню название. Дело в том, что 6-го, ну в этом году, в том году, в 73-м году, это пришлось на 6 октября, в общем, лунный календарь движется по обычному календарю, это 10-й день первого месяца года, через 10 дней после еврейского Нового года, Йом-Кипур, по-разному переводится день покаяния, день трепета. Это день, который, он начинается, как и всякий день в еврейском календаре, с вечера, в данном случае он начался вечером 5-го октября 73-го года, то есть с вечера до того, как появятся первые три звезды в следующий день, 24 часа, строжайший пост, запрещено употребление даже воды. Этот день верующий иудей должен посвятить молитве, покаянию, раскаянию в грехах, осознанию греховности своего поведения и просить Всевышнего, дабы тот позволил ему еще, дал ему еще один год для исправления своих ошибок, для того, чтобы стать на праведный путь. Так это дело понимается религиозными людьми, а практически это обозначает, что к вечеру 6-го октября те, кто соблюдает, а Йом-Кипур – это чрезвычайно важный день, который в той или иной мере, ну, под него подстраивают свое поведение, даже люди совершенно светские. Ну, собственно, и по сей день в Израиле в этот день не работает ничего, по дорогам не едет ничего, кроме скорой помощи и там полицейской машины. Это тот удивительный день, когда по шоссе катаются трехлетние дети на велосипедиках, а взрослые люди разгоняют, что все-таки они по шоссе бы не катались. Может вылететь скорая помощь. В частности, в этот день, это важно, не работало радио. То есть было просто совершенно тихо, и к вечеру, да, те, кто сутки не ел и не пил, находятся, как вы понимаете, в несколько уже подвешенном состоянии. Разумеется, разумеется, выбор этого дня для начала рамского вторжения совершенно не случайен, ну, кроме того, для людей, искренне верующих в это. Это понятие этого праздника, конечно же, начало войны вечером Йон-Кипура могло восприниматься и как божья кара. С другой стороны, с другой стороны, многие отмечают, что именно то, что был Йон-Кипур, ничего не работало, соответственно, все были дома, а это значит, что резервисты были очень близко от своего призывного пункта, и абсолютно пустые, просто вымирающие дороги страны позволили достаточно быстро произвести мобилизацию. Но это что касается названия, как говорится, чтобы больше не к тому возвращаться. Сегодня же, сегодня, в нашем сегодняшнем разговоре не будет никаких стрелочек, сразу предупреждаю, никаких стрелочек, никаких карт, соответственно, те, кто вынужден что-то делать, а может делать, ограничиться только слушанием моих разговоров, а говорить мы будем главным образом о внешней политической обстановке. о том, что из себя на тот момент представлял мир, главные действующие силы в этом мире, что из себя в этот момент представляла Америка, что мог Советский Союз. А с этого мы начнем, и это чрезвычайно важно, в частности, еще и потому, что прошло уже очень много времени. Я сам несколько удивился, когда наконец понял, что вот в этом году, вот в нашем 2023 году будет уже 50 лет. В октябре будет уже 50 лет этой войны. Это значит, что среднестатистический зритель нашего канала еще не родился, но а те, кто вот этот период между 1967 годом, войной шестидневной и войной Емкипура, те, кто в тот период были во взрослом, зрелом состоянии, тем сейчас лет 80. Прямо скажем, не все из них с нами. Молодые, такие, как я, запомнили эту эпоху, эпоху позднего Брежнева. Был такой смешной старикан, которого таскали под руки, старикан засос целовался с Хонекером, и чмакая и чавкая произносил свои знаменитые речи про сиськи и массийские. Ну, те, кто моложе меня, таких много, вообще знают эту эпоху по анекдотам про Брежнева, сейчас много всяких фото жаб, видеороликов юмористических, вот такой вот смешной дядька, герой анекдотов, ну, что-то вроде вот этого Мишки, помните, был Миша, ласковый Миша, символ Московской Олимпиады 80-го года, такой ласковый, смешной и совершенно не страшный. Поэтому надо начать с того, чтобы все-таки напомнить, напомнить и объяснить, что из себя представлял Советский Союз в бирже 60-х и 70-х годов. А это была эпоха его максимального небывалого могущества. Небывалого в самом прямом и точном смысле этого слова. Такого не было никогда. В том числе такого могущества Советского Союза не было даже при товарища Сталине. Значит, началось все дело с того, что 65-й год Леонид Леонид Лешбрежнев приходит в власти. Первые годы, как и всякий, он выстраивал свою команду. К тому моменту, о котором мы говорим, уже там, конец 60-х, начало 70-х, команда была выстроена. Режим успешно переживший и хрущевский оттепель, и хрущевский волонтаризм, так называемый, укрепился, стабилизировался. Режим четко и ясно объяснил, что вот эти вот преувеличения эпохи оттепели, вот эти вот попытки поставить под сомнение великие достижения социализма у нас в прошлом. Все неправильные книжки, особенно по поводу репрессий, которые сдуру опубликовали на рубеже 50-60-х из библиотек изъяли, авторов изъяли из-за прощения. Кого выгнали, кого посадили. Также успешно справились и с реформами рыночными, условно рыночными, которые чуть-чуть вроде бы начали прикосыдение, опять же, в 65-м, 66-м годах номенклатура очень быстро поняла, что игра в хозрасчет может превратиться в настоящий рынок, настоящий рынок и административно-командная система не могут сосуществовать в одной стране, поэтому было решено, что надо сохранять свою власть, а не играться в рыночные реформы. С этим тоже благополучно расправились и режим к рубежу 60-70-х был просто в рассвете своего внутреннего единства и могущества, что он сразу же и продемонстрировал, в 68-м году, август, 68-го года, 21-го августа, когда брежневский режим чрезвычайно успешно раскатал танками пражскую весну, попытки демократических реформ вроде бы союзной Чехословакии, и что чрезвычайно важно, и может за это ничего не было. Но напомню масштаб, напомню масштаб, в первой волне, то есть в ночь 20-го и 21-го августа в крохотную Чехословакию, ну значительно меньше, чем например Украина, было введено 250 тысяч войск, а через несколько дней численность группировки довела было до полумиллиона 500 тысяч человек, и по разным оценкам от 5 до 7 тысяч танков, не считая другой бронетехники. Вы можете сравнивать это с тем, что происходило в феврале прошлой 22-го года, то есть маленькую Чехословакию было введено и по танкам бронетехники раза в два больше, по личному составу как минимум в три раза больше, то есть просто страна была залита советской армией, армией марионеток. В первый день вторжения погибло, погибло, не считая раненых, постадавших, арестованных, погибло 58 граждан Чехословакии, всего в ходе вторжения убито 108 и ранено 500 граждан Чехословакии. Даже серьезной озабоченности никто не посмелил высказать, все, что смогли сделать кровавые империалисты в лице США в Великобритании, Франции, Канаде, Дания и Парагвай, они внесли в Совбезе резолюцию, на которую потребовали что? Вести войска в ООН, наложить эмбарго, сделать Советский Союз не рукопожатым? Нет, они всего лишь предложили вынести чехословацкую проблему на заседание Генассамблеи. Советский Союз наложил вето и все пошло дальше своим чередом. Прошел год и 17 июня следующего 69 года Москва в городе Москве собирается международное совещание коммунистических и рабочих партий. Такое непростое мероприятие, скажем сразу, это было последнее, предыдущее было в 60-м, еще одно было в 57-м. 69-е стало последним. Были большие сомнения, как вот после Чехословакии. Неужели все приедут? Ну, неужели все приедут засвидетельствовать позу собачьей покорности? Да, почти все, почти все. Приехало 75 партий, плюс две, позволили себе легкое фронзирование, кубинские и шведские коммунисты прислали наблюдателей. Итого 77 партий, самое большое, что было в 60-м году было 81-м, то есть приехали практически все, включая постоянно фронзирующих еврокоммунистов Испания, Италия, Франция. Замечательно подписали итоговый документ задачи борьбы против империализма на современном этапе. Документ утверждал, причем совершенно справедливо утверждал, как обычно открываются, в борьбе против империализма объединяются три великие силы современности, мировая система социализма, международный рабочий класс, национально-освободительные движения, мировое революционное движение, несмотря на трудности и неудачи отдельных его отрядов, продолжает наступление, цитаделях капитализма происходит не только рост противоречий между трудом и капиталом, но и углубление антагонизма между интересами подавляющего большинства наций финансовой олигархии, ширится размах классовых боев, забастовок иных выступлений трудящихся, на путь антипериалистической борьбы вступают новые прослойки интеллигенции, все активнее включаются в борьбу против империализма трудящиеся, прежде всего, рабочие молодежь и студентов. За год до того, как был подписан этот документ, еще раз повторяю, подписан он был 75 партий коммунистических со всего мира, рабочие, ну, молодежь, конечно, не рабочая, скажем честно, не совсем рабочая, я бы сказал, бездельничая молодежь растрясла Францию, то есть красный май 68-го года во Франции, началось со студенческих забастовок, потом беспорядков, потом баррикады, которыми они покрыли весь Париж, ну, это были такие разминки, это была веселая разминка с плакатами, лозунгами запрещено запрещать, будьте реалистами, требуйте невозможного и так далее, а дальше, дальше срезонировало, сдетонировало, к бунту бездельников присоединились практически все профсоюзы страны, Франция была охвачена всеобщей забастовкой, в которой принял участие 10 миллионов человек, и, прямо скажем, советские газеты просто захлебывались в восторге от того, что Франция колыбели цитадель капитализма на пороге социалистической революции, да, справились, тогда справились, но удар был очень громкий и шумный, эхо покатилось по всему миру, ну, 68-й год вообще был совершенно на особым годом, даже пишут, что это был год активного солнца, не знаю, что там солнце или что, или что еще на это дело повлияло, именно в этом году в Германии, в Германии благополучной, законопослушной Германии появляется вот это вот, Ротеармии Фракцион, туристическая группировка, известная по именам руководителя Андрея С. Баадер Майнхоф, Баадер Майнхоф, эти милые ребята 22 апреля 68-го года всего лишь подожгли несколько супермаркетов, потому что супермаркеты это символ общества потребления, что интересно, готовились они в лагерях Фатха палестинских, палестинских КГБшных, скажем так, террористов, а потом понеслось, в 71-м году они уже взрывают бомбы, причем взрывают бомбы в штаб-квартире США Франкфурте на Майне, а дальше у нас идет убийство генерального прокурора ФРГ, убийство президента Дресденера Банка, в сентябре 77-го года похищение председателя Западно-германского союза промышленников и предпринимателей, 34 убийства, они замечательно трясут целую страну, но главное, конечно же, происходит в цитадели, но 68-й год в Америке это год неслыханных беспорядков, общественных потрясений, пиком, конечно, был Вашингтон, как положено, а где же еще, если не Вашингтоне, то есть, толчком стало убийство Мартина Лютера Кинга, которого убили 4 апреля белые экстремисты, белые экстремисты 4 апреля, после чего Вашингтон был охвачен неслыханными и невиданными с тех времен, которые вам известны по кино «Банды Нью-Йорка», помните, замечательное кино «Банды Нью-Йорка», да, с декабря. За три дня, ну, да, за три дня, к исходу 7 апреля в городе Вашингтоне столице страны было подожжено 1180 домов, 13 убитых, 1097 раненых, 7600 человек арестованных. Это наиболее заметный, но далеко не единственный эпизод 68-го года. Там еще был съезд демократической партии в Чикаго в августе. На этот съезд съехалась революционная молодежь со всей страны. Они подписали и объявили некий манифест, цитирую отрывками, «Дух перемен охватил Америку, мы идем, мы идем со всех концов света, мы требуем политики экстаза, мы нежная пыльца, из которой родится новая кайфовая Америка. Мы создаем нашу собственную реальность, и мы не приемлем фальшивое представление на подмостках съезда смерти». «Съезд смерти» это съезд демократической партии, более 100 госпитализированных, 157 госпитализированных протестующих, 157 пострадавших полицейских. Вот так проходил этот год в Америке, также продолжились следующие, 69-70-е, «Анджелу Дэвис». я думаю, все, я думаю, все, кто все-таки в соответствии среднему возрасту зрителей нашего канала помнит «Анджелу Дэвис», письма, которые писали во всех советских школах, и во всей стране были проведены митинги, во всех трудовых коллективах, «Свобода» «Анджелу Дэвис». Американский значок «Фри Анджелу» очень даже, вам скажу, котировался за пару рублей даже стоил. Это милая девушка, было ей 26 лет, милая девушка, ну, да, темнокожая, влюбилась в темнокожего юношу, что совершенно нормально для девушки 26 лет. Юноша был рецидивист, на этот раз обвиняемый в убийстве полицейского. Она передала пистолет его брату, этого Джорджа Джексона, своего возлюбленного Джонатана Джексона, ковой младший братец с двумя приятелями, захватил заложники в суда, прямо в зале суда. При освобождении был убит он, его сообщник, убит судья, ранен полицейский. Анджелу абсолютно ни в чем не виновна, она всего лишь обеспечила террористов огнестрельным оружием одной единицей, отсидела 18 месяцев, была освобождена за недоказанностью вины. Вся Америка, прогрессивная Америка, конечно, торжествовала освобождение Анджелы Дэвис. Анджела стала почетным доктором МГУ, лауреатом Ленинской премии мира, лауреатом Ордена дружбы народов и даже, не смейтесь, почетным гражданином города Магдебурга. А вот так оно все происходило. Главное же происходило, конечно же, не в сгоревшем почти дотла в Вьетнаме, а главное происходило во Вьетнаме, где американцы завязли в войне и вести, успешно вести эту войну стало невозможно, поскольку вся прогрессивная американская общественность, американская молодежь ходила по улицам с плакатами «Остановите войну», президент Джонсон «Убийцы детей». Джонсон, сколько детей ты убил сегодня? По чрезвычайно разумному замечанию Аллы Грейфер, у нее вставила статья есть об этом, что после появления телевизора Америка не выиграла ни одной войны. Так вот, только в 68-м году, только в 68-м году американцы потеряли во Вьетнаме 16 тысяч человек убитыми, там уже находилась полумиллионная американская армия, то есть Америка не просто обозначила свою поддержку антикоммунистических сил, она просто вписалась в войну, и эту войну она с треском и позором проиграла, что, как известно, вообще имело очень большие последствия и в политике, и в моральном состоянии американского общества. А вот в такой вот ситуации, да, добавим еще к этому делу все, штуки и революцию, мирную революцию в Чили. Именно тогда, именно тогда, 3 ноября 70-го года в Чили к власти через выборы приходит блок народное единство, объединение социалистов, коммунистов и еще более левоэкстремистских групп, а президентом страны становится Сальвадор Альенде. Ну да, в Чили очень маленькая страна по населению, экономически она тогда ничего из себя не представляла, но всегда, и тогда, и сейчас, Чили это 4300 километров, если померить по прямой, если по вся береговая линия, Чили 6335 километров. Посчитайте, сколько советских баз на берегу Тихого океана, то есть практически все Тихоокеан, большая часть Тихоокеанского побережья Южной Америки это Чили. И вот там вот победил замечательный блок социалистов, причем очень экстремистских социалистов и коммунистов. В этой ситуации, в этой ситуации с отрицаемой бунтами, потерявшей всякие ориентиры, окончательно перепутавшей, где добро, где зло, где свобода, где тирания, вот в этой вот Америке к власти приходит, ну, выборы были в 68-м, соответственно, в 69-м принес посягу, Ричард Никсон, удивительный удивительный по своей политической судьбе президент, может быть, один из наиболее правых американских президентов, убежденный антикоммунист, убежденный антисоветчик, именно ему история, судьба, политическая ситуация, в общем, он оказался не в том месте и не в то время. Именно этому убежденному антикоммунисту и предстояло подписать множество, ну, в кавычках, в кавычках подписать множество актов капитуляции перед коммунистами. Ну, прежде всего, прежде всего, главная капитуляция, это, конечно же, это, конечно же, Вьетнам, он и к, он и выбор это выиграл, будучи правым антикоммунистом, под лозунгом, под обещанием мы прекратим эту войну почетным миром, вот так это было называлось, почетным миром, почетный мир вырезался в том, что американцы сначала достаточно, ну, медленно, но вывели оттуда свои сухопутные войска, так называемая вьетнамизация, а в конечном итоге, уже в 73-м году, это начался его следующий срок, президентский, Никсон, в Париже были подписаны соглашения 27 января, по которым американцы просто все сдали, вывели оттуда все войска, прекратили участие авиации, то есть оставили, да, коррумпированное, очень, очень неприличное антикоммунистическое правительство Южного Вьетнама наедине с коммунистами Северного Вьетнама, за которыми стоял одновременный Советский Союз и Китай, далее, далее, ну да, это уже был, конечно же, Форд, а не Никсон, но далее американцы прекратили, прекратили поставки вооружения и боеприпасов и в последних числах апреля 75-го года мы немножко выходим хронологически, Северный Вьетнам, коммунистическая армия заняла весь Вьетнам и подвела черту под этим окончательным бесповоротным поражением Великой Америки, еще раз повторяю, да, все это происходило под президентством Форда, но откуда взялся Форд? Президент Форд и тот единственный в истории Америки президент, за который ни разу не голосовали американские избиратели. Как такое могло произойти? А это, ребята, последствия Уотергейта. до решения всего Никсону еще и достался ватургейский скандал, скандал с тем, что его команда установила подслушивающие оборудование в штаб-квартире демократов, они не своровали бюджетные деньги, они не купили себе яхты, они просто подслушали, какие вопросы будут задавать на дебатах, на теледебатах Никсону. Но американцы решили, что это выходит за все рамки и нарушать все правила Игоря. Скандал продолжался более года, как известно, закончился вынужденной отставкой Никсона, ну, просто за несколько дней до импичмента, когда уже стало бы понятно, что просто будет импичмент. Но чтобы не позорить Америку, состоявшуюся импичментом президенту, он ушел сам. Так вот, в разгар этого скандала, а возвращаясь к тому, о чем мы говорим, вы не думаете, что мы куда-то ушли от войны судного дня. На четвертый день войны судного дня, но для Израиля это была война судного дня. А для Америки это был день, соответственно, 10 октября 1973 года, когда вынужден был для начала уйти в отставку Спиро Агни, вице-президент, избранный американцами вместе с Никсоном. Вице-президент ушел, и Никсон своим указом назначил нового вице-президента Форда, а после отставки, следите за руками, а после отставки, добровольно-принудительной отставки, Никсона Форд стал президентом Америки, за которую никогда американцы не голосовали. Вот именно при Форде была окончательно, бесповоротно проведена капитуляция во Вьетнаме, но, простите, кто же это Форд и ставил? Ну, это же не все, ну, это же не все. Прежде чем сдать все вьетнамским коммунистам, Никсон в феврале 21-28 февраля, 72-го года, 72-го года, за год до наших событий, посетил Китай, и началось, и началось медленное, но уверенное сближение, не то чтобы сближение, но Китай, коммунистический, маоистский Китай, а стал после этого рукопожатным членом международного сообщества, пошли в ООН, Совбез и так далее, буквально в том же году, через пару месяцев, 22-30 мая 72-го года, первый в истории официальный визит действующего президента США в Москву, Никсон приезжает в СССР, встречается с Брежневым, они подписывают ОСВ-1, а через год, в июне 73-го года, Брежнева уже приглашают в Америку, катают, возят, встречают в Вашингтоне, везут в личную резиденцию Никсона в Калифорнии, дарят Брежневу автомобиль «Линкольн-Континенталь», на котором он с ветерком начал катать Никсон и просто перепугал охрану своей очень агрессивной манере вождения. Торжествующий Брежнев подписывает с американцами договоры об ограничении против ракетной обороны, подписан ОСВ-1, то есть проигравшие по всем фронтам американцы соглашаются начать политику разрядки, и повторяю еще раз, на мой взгляд, на мой взгляд, никогда, ни до, ни после, Советский Союз не обладал такой мощью и не занимал такие лидерские позиции международной политики, ни до, ни после. если и на тот момент, на момент вот этого молодого Лёлика Брежнева, который вовсе не был героем анекдотов, ну, Советский Союз не был первой страной на свете, но уж, конечно же, и не был третий, уж, конечно, не был третий. Вот таков фон, вот такой фон, а посреди этого фона, на огромном пространстве от Тихоокеанского побережья Вьетнама до Тихоокеанского побережья Латинской Америки, до Чили, где торжествуют силы мира и социализм, одерживают одну победу за другую, посреди этого торчит какой-то упрямый прыщик. Сионистское образование, которое категорически не хочет, категорически не хочет выполнять то, что от него силы мира и социализма требуют. И в этой вот в этой обстановке и развивалась подготовка к войне судного дня, и в ней-то она и началась. Прежде всего определимся с вопросом, а кто с кем воевал? Ну, в 67-м году понятно, против Израиля воевала большая коалиция арабских стран, которым помогал Советский Союз. А вот кто кому помогал в 73-м году вопрос достаточно любопытный. Перед вами обложка книги, написанной двумя израильскими историками современными Изабелла Геннур и Гедон Ремес. Название, как вы видите, «Советско-израильская война 67-го 73-го года». Ну, может быть, столь категорическое название представляет собой журналистское преувеличение, но в любом случае война 73-го года безусловно дает основание задуматься, кто кому помогал. Может быть, это все-таки была война Советского Союза против Израиля. В каковой войне арабские страны, прежде всего Египет, помогли Советскому Союзу предоставить большое количество дешевого пушечного мяса. Вопрос неоднозначен, попытаемся его так аккуратненько ломтиками разобрать. Начнем с Египта. Начнем с Египта, потому что это, конечно, была самая большая во всех отношениях территория, население, экономические возможности, страна арабского мира, ну и с того мира, который противостоял Израилю, и, конечно, уже главный участник всех войн. А там произошли большие изменения. Большой друг Советского Союза, поклонник Гитлера, полуфашист, полуэссер, Гамаль Абдельнассер, взял-то и помер. Причем прибрал его сатана в конце сентября, если я не путаю, 28 или 29 сентября 70-го года. Вот прямо когда завершилось черный сентябрь в Ирдане, то есть мятеж Организации Освобождения Палестины, поддержанный с одной стороны Египтом, с другой стороны Сирийской армии, прямой интервью, мы об этом говорили, против короля Хусейна Иорданского. Вот после подписания в Каире мирного соглашения что-то там прихватило сердечко Нассера, и он взял и помер. В подобных системах, подобных тоталитарных диктаторских системах внезапная смерть правителя всегда создает некую нестабильность. Понятно, что такие глупости, как провести всеобщие выборы, не рассматриваются. Нормальные процедуры такого феодального престола наследования марксизм и ленинизм не допускают. Возникла некая турбулентность и в рамках этой турбулентности решили руководители арабской социалистической революции поставим КМИ президентом вице-президентом. Это нормально, это понятно, хотя он, в общем-то, не удел, но пускай вот этот человечек, который, в общем-то, из себя ничего особенного не представляет и будет. А таким образом Анвар Саддат и стал президентом страны. Да, действительно, он, будучи вице-президентом номинально, был в последнее время в неком конфликте с Насаром. Гамаль Абдуль-Насар сказал, что Машубец я больше не видел, и последние пять месяцев перед своим превращением в президента страны он прожил где-то далеко от Каира. Пару слов про этого человека. Он даже внешне, как видите, он отличается от Гамаль Абдуль-Насара, ну, темно, темнее, смуглое лицо, кучерявые волосы по молодости, он суданец, он суданец. Порядился в декабре 2018 года в многодетной семье, 13 детей было, 13 детей, очень бедная семья, судя по тому, что папа работал писарем в военном госпитале, как-то на это жалование писарем, 13 детей, семья была очень религиозная, ну, как говорится, на медные деньги, на медные деньги выучился, во время Второй мировой войны он был самым натуральным агентом Абвера, то есть немецко-гитлерской военной разведки, за что дважды арестовывался англичанами, но по удивительной меркотелости не был ни повешен, ни расстрелян, и вот пару раз сажали, выпускали, сажали, ну, любовь к Гитлеру, как и другие, другие египетские революционеры, он пронес через всю жизнь, когда в Египет приехал Вилли Брандт, пример, ну, канцлером, канцлером Федеративной Республики Германии, антифашист в прошлом в своей личной биографии, то Нассер приветствовал его на немецком языке, решив таким образом выразить уважение к гостю и сказал, что он всегда очень ценил Германию, вместе с Германией сражался против англичан, чем, прямо скажем, несколько шокировал антифашиста Вилли Брандта. Так вот, назначили его коллективным решением, потому что он практически никто, без особой политической биографии, ну, пускай посидит, а мы пока разберемся, кто же у нас на самом деле главный. Такое много, много раз бывало в истории, начиная с того, как Михаила Романова выклюкнули царем российским, назначили Мишу Романову молотый умом короток. Заканчивая Вовой Путина, которого тоже примерно из тех же соображений поставила семья, так называемая в кавычках семья Ельцина, надеясь, что он будет технический такой президентишка, который позволит нам благополучно эвакуироваться. А вон оно, как все вышло. А в Египте вышло точно так же. товарищ Анвар Садат рассмотрелся по сторонам, разобрался, что к чему, кто с кем, кто зачем. И в мае состоялось то, что называлось исправительное движение, а потом Садат это назвал исправительной революцией. С 13 по 15 мая 71-го года, чуть-чуть больше полгода прошло с его назначением, в начале 1-го четвертого октября прошлого 70-го года. Значит, с 13 по 15 мая было арестовано около 500 человек офицеров, 300 чиновников государственного аппарата, из 25 губернаторов провинции 13-13 с половиной были заменены. А была там такая структура под названием авангард социалистов. Это по Орвелу внутренняя партия. То есть была такая большая размытая партия общественное движение Рамский социалистический союз, там аж 6 миллионов числилось. А была внутренняя партия авангард социалистов, которую он сначала задвинул под коврик, а потом просто распустил. Ближайших соратников Нассера арестовали, естественно, обвинили в попытке государственного переворота, разумеется, приговорили к смертной казни. Садат их немедленно помиловал, смертный проговор был заменен сирианным заключением, потом их еще по-быстрому отпустили, надо сказать. А в конце 71-го года, первого года власти Садата, он переименовал страну из этой объединенной, неизвестной с кем Арабской Республики, она стала Арабской Республикой Египет, так она и называется по сей день, таким окончательно перечеркнул связи своим предшественникам. Еще через два года, весной 73-го года, Садат уволил премьер-министра, сказал, что он будет президентом, он же будет премьер-министром, он же будет верховным главнокомандующим, и был для него сочинен некий пост, титул верховного правителя Египта. Все как положено. К моменту начала войны, о которой мы говорим, 73-го года, ему было 55 лет, это был вполне уже сформировавшийся более чем взрослый человек. Про этого человека мы можем почитать, например, в этой замечательной книжке, обложке которой перед вами, записки советского посла в Египте Владимир Михайлович Виноградов, и я хочу потратить еще полминуты, дабы проинформировать вас, кого, какого человека, с каким багажом политическим административным отправили послом в эту в общем-то второразрядную страну третьего мира. Значит, товарищ Виноградов Владимир Михайлович с 56-го по 62-й год был человеком сбывшейся мечты, ну а как еще назвать, начальник управления торговли западными странами Министерства внешней торговли СССР. Это сбывшаяся советская мечта. Отработав 6 лет на этой должности, он отправился чрезвычайным полномоченным послом в Японию, серьезная страна, с которой, как мы знаем из Советского Союза, весьма непростые взаимоотношения. Он проработал 5 лет чрезвычайным полномоченным в Японии, а после чего, страшно сказать, три года был заместителем министра иностранных дел СССР. Назначили его послом в Египет 9 октября 70-го, то есть сразу же после смерти Насара и воцарения Садата. И там он оставался послом до апреля 74-го года, то есть весь период подготовки к войне судного дня, война и соответственно месяцы после нее. В высшей степени авторитетный, многоопытный, квалифицированный дипломат. Кстати, после Египта он был отправлен послом в Иран, и в Иране он отработал 5 лет, это был 77-82 год, то есть как раз исламская революция, свержение проамериканского режима Шаха-Пехлеви, то есть очень даже заметная фигура. Вот, что рассказывает нам товарищ Виноградов, книжка, как вы видите, ездана в 21 веке, но подписано оно январь 75-го, то есть писал это дело Винограда в 75-м году, когда Саддат был еще жив, но уже было очевидно и ясно понятно, что все деньги и все усилия, которые потратил Советский Союз на египетскую авантюру, накрылись медным тазом. Это, конечно же, сказалось. Тем не менее, что мы можем прочитать интересного? Хотя он и был из мусульманской семьи, весьма мусульманской семьи, товарищ Саддат закладывал хорошо, мог появиться просто пьяным, просто пьяным на приеме, в пьяном виде целовался, со всеми подряд, но алкоголь был не главным его увлечением, главным увлечением был гашиш. Кавычки открываются цитатам. Во время серьезного разговора Саддат быстро устает, Зорова становится мутным. Тогда Саддат вынимает трубку, заправляет ее гашишем, делает несколько глубоких вдохов и картина через некоторое время меняется. Президент снова бодр, глаза блестят, речь идет живо и образно, он снова в форме. При мне он гашиш курил, не стесняясь, закладывал периодически белые шарики в трубку. Когда во время военного действия в Каир приезжал Косыгин, Саддат во время беседы непрерывно дымил трубкой, также не стесняясь закладывать гашиш. Кавычки закрываются, конец цитаты. К этому я добавляю от себя, что товарищ Косыгин вел чрезвычайно здоровый образ жизни, во время войны курил, ну тогда все курили, тогда была такая, такие нравы, после войны бросил и завязал категорически, не курил, не пил, конечно же, плавал на байдарке, ходил в пешие походы, ну пока еще, как говорится, был жив и мог двигаться, так что человеку с такими привычками сидеть напротив непрерывно курящего человека его просто физически нелегко, ну да, пользуясь случаем, конечно же, обращаясь к нашим почтенной публике, это очень плохо, и судьба Саддата, который просрал все и в конце концов был пристрелен, говорит о том, что влечение гашиши ни к чему хорошему не доводит, не надо нам такой бодрости духа, ни в коем случае. Идем дальше, идем дальше, много всяких там рассказов, пригласил у советского посла в одну из своих многочисленных резиденций, она была где-то там в песках, в пустыне, ладно, приехали, привели в предбанник, они прождали, в установленное время они прождали 20 минут, из зала доносятся шум, звон, английская речь, нам, может быть, это самое, выезжать надо. да подождите, он там с американцами, ну, если у президента нет времени, ему едет, да подождите, сейчас он вас примет. Еще один забавный эпизод, когда послу великой державы, вот ту сам, про которую я вам говорил пять минут назад, которая сотрясала мир, от одного Тихого океана до другого Тихого океана, значит, пригласил он его в гости, сказал, водки выпьешь, как-то в жару такое, что-то водки, ответить винограду, ну, ладно, тогда тебе надо, наверное, как американцам виски, и дальше пишет, виноградов, принесли заляпанную, захватанную руками бутылку дешевого виски, где полупустую на дне что-то булькало. Ну, короче говоря, даже если, даже если поделить на 10, там, сто раз поделить вот эти воспоминания советского посла, еще раз повторяю, посла, который провалил все, ну, не он провалил, правительство, которое его послало, провалило все на египетском направлении, даже если поделить на 10, ну, мы имеем перед собой портрет, очень характерный портрет Шарикова, Шарикова, который стремительно поднялся с должности начальника подотдела очистки от бродячих котов на должность, как там называлось, президента, главы правительства и верховного правителя Египта. Ну, да бог с ним, нам, как говорится, с ним детей не крестить. Гораздо интереснее политическая составляющая эти взаимоотношения. Третий раз, повторяю, если верить тому, что пишет Виноградов, история советско-египетских отношений начала 70-х годов, от 70-го до войны судного дня, это такая история неразделенной, безумной любви. совершенно потерявший рассудок, молодой человек засыпает свою красавицу подарками, не смеет даже требовать какой-либо взаимности. Красавица хамит, никак на него не реагирует, наконец, заявляет, что ей нужна звезда с неба. Молодой, я пересказываю воспоминания советского дипломата, младой человек говорит, ну звезда с неба, ну давайте подумаем, пока я не готов, пошел вон, говорит девушка, как вот это, как там, все вон отсюда, говорит ему девушка. Я попрощался кивком головы и ушел. Вот так это примерно все дело выглядит. То есть деньги вливаются только в начале 70-х годов, только вооружение на 3 миллиарда долларов, не рублей, долларов, тех долларов в 70-е годы, полное перевооружение, полное перевоссоздание, разгромленное в чем-то, в 6-дневную войну египетской армии. О масштабе, о масштабе можно судить потому, что мы об этом будем говорить через пару минут, из Египта были изгнаны советские военные советники в количестве по разным оценкам от 17 тысяч до 21 тысяч человек. Ну понятно, что столько советников не бывает, нет столько советов. То есть это был просто советский военный персонал, зенитчики, летчики, артиллеристы, танкисты, плюс действительно военные советники, начиная от генштаба, заканчивая уровнем батальона от 17 до 21 тысячи. Только всех кого выгнали, что не все же выгнали. Обхаживали эту красавицу по-всякому. С конца 70-го до конца 73-го год в Египте побывало семь советских делегаций высокого уровня, включая председателя президента товарища Подворного, включая Косыгина, главу правительства. Его садаты три раза прилетали в Москву. Ни одного доброго слова, а весной 72-го года, да, действительно, он попросил звезду с неба, то есть обратился через посла, как это пишет посол, оружие возмездия. Какое-то вот загадочное в кавычках оружие возмездия ему захотелось, но мы можем догадываться. Вот, когда же Виноградов пришел к нему, пришел к нему садату с сообщением о том, что по поводу оружия возмездия вот как-то пока, наверное, стоит еще подождать. «Это все», я предсказываю, «Это все», спросил Садат, «Ну, в общем, нам надо думать и решать». «Хорошо», сказал Садат, «я принял решение, в течение недели все советские военные советники, вообще весь советский военный персонал должен покинуть Египт». «Хорошо», сказал Виноградов, «я передам ваше предложение советскому правительству, надо все-таки, наверное, не спешить». «Я не передавал вам никаких предложений», сказал Садат советскому послу, «я проинформировал вас о моем решении, которое вы должны исполнить и проинформировать об этом Москве». После этого, да, как я уже только сказал, от 17 до 21 тысячи покинуло. Эта история июль, июль 72 года, до войны остается, соответственно, годы три месяца. Эта история воспринята без всякой критической оценки, значительной частью западной, что самое смешное израильской историографии, и это все трактуется как вот такой безоговорочный разрыв после которого товарищ Садат все решал сам. Все, что я смог прочитать у умных людей, говорит о том, что это очень большое преувеличение. Да, действительно, советников в указанном количестве отъехали, однако, как-то так получилось, что на момент начала войны, о чем мы тоже скажем, из Каира было эвакуировано 2700 советских детей и женщин, то есть семьи советских военных советников, которых уже оказывается всех выгнали, а также около тысячи человек, семей сотрудников посольств и специалистов других социалистических стран. Уже упомянутая мной вот эта вот книжка, о которой мы с вами говорили, из Абела Геннургий Дон Ремес, они, разобравшись в этом вопросе, пишут о том, что уже сентябре, октябре начался обратный, так сказать, отчет, а советские военные специалисты стали возвращаться. 24 октября происходило, 24 октября 1972 года, то есть ровно за год до войны, САДАТ собрал высший военный совет, естественно, закрытое секретное совещание, но израильтян там был очень важный осведомитель, по информации которого САДАТ им сказал, что он отказывается от политической ориентации на Соединенные Штаты, что Штаты нам помогать не хотят, мы возвращаемся в русло нашей прежней политики. Через два дня после этого почему-то произошла отставка министра обороны, которую, заметьте, опять обвинили в государственном перевороте, нападав в той аранжировке, что не он его организовывал, а некие плохие люди хотели поднять мятеж и поставить его на место САДАТа, то есть произошла какая-то серьезное потрясение, такая драка под ковром, после чего поток советского вооружения снова обрушился на Египет, в частности тогда же, уже начиная с августа даже, не с октября, а с августа 1972 года в Египет кроме всего прочего приехали и наинновейшие на тот момент зенитракетные комплексы КУБ по натовскому СА-6, поверхность воздух-6, которые собрали очень серьезную роль в этой войне, о чем мы будем говорить дальше, ну и как я уже сказал, к моменту начала войны там почему-то оказалось без малого 3000 более, то есть более 3000 только членов семей советского военного и дипломатического и технического персонала. Что что же в сухом остатке? Что же в сухом остатке? Я все-таки считаю, что мемуарь понятно, зачем написан для того, чтобы оправдать свой политический дипломатический провал, тем не менее не надо умножать на ноли, его не надо умножать на ноли, его надо просто поделить в 10 раз. Конечно, все утрировано, что-то умолчали, что-то пережали, но общая канва событий, я думаю, достаточно по-другому, дипломаты по-другому не врут, они врут профессионально, они это делают профессионально, поэтому какая-то какая-то реальная основа за всеми этими разговорами про разрыв есть. Сада действительно пытался играть свою игру, и здесь имеет смысл обратиться к мемару Садата, представьте себе, он успел даже мемару дописать до того, как был убит. Так вот, он утверждает, что в конце февраля 73-го года, уже 73-го, то есть до войны остается 8 месяцев, Киссинджер, тогда Киссинджер был госсекретарем, Киссинджер Соединенных Штатов, то есть министр основного отдела Соединенных Штатов сказала египетскому послу Исмаилу, цитата, кавычки открываются, я советую Садату быть реалистом, мы ничего не сможем построить на фантазиях и мечтах, с точки зрения реальности, вы являетесь побежденной стороной и поэтому не должны предъявлять требования, приемлемые только в устах победителей, вы должны пойти на уступки, если США хотят вам помочь. Мы не знаем правду это неправда, что говорили, как говорили, однако это очень похоже на то, о чем пишет Виноградов. Теперь цитата из Виноградова советского посла. Начиная военные действия, Садат вовсе не имел намерений решить ближневосточный конфликт или заставить Израиль покинуть все оккупированные арабские земли. Нет, цель у него была намного меньшая, более узкая. Об этой цели он сообщил мне через пару дней после начала войны. В политическом плане цель военных действий состояла в том, чтобы, образно говоря, военным путем встряхнуть обстановку, заставить мир вспомнить о нерегулированности на Ближнем Востоке и прежде всего привести в действие две великие державы. В основном этот шаг был рассчитан на вовлечение США. В военном плане цель состояла в нанесении как можно большего материального и людского урона Израилю, в демонстрации того, на что способны египетские вооруженные силы сегодня и на что следовательно они будут способны завтра. Объединяя то и другое и то и другое может быть вымыслом, преувеличением, попыткой выдать желаемое за действительное и так далее, мы в сухом остатке получаем некую достаточно понятную логику. Садат наверняка уже принял внутреннее решение выйти из советской сферы, перестать исполнять обязанности цепного пса советского коммунизма на Ближнем Востоке и приметнуться к американцам. Но войти в сферу влияния США и стать союзником США он хотел не в качестве побитого щенка, который скуляя вежа приполз к новому хозяину, а в качестве руководителя мощной страны, которая нанесла вполне ощутимое, очевидное, видимое, явное поражение израильской армии, которая, если надо, можем повторить, но мы не хотим повторять эту бесконечную чехарду войны и смертей, давайте под патронатом Соединенных Штатов, под гарантией Соединенных Штатов, Израиль отдаст нам Синай, а мы подпишем с Израиль мирный договор, что в конце концов и произошло. Я думаю, что примерно такой и была внутренняя позиция Садата, что совершенно не исключает того очевидного факта, что кто платит, тот заказывает, по-другому, по-моему, не бывает в реальном мире, в том реальном мире, о котором говорил Киссинджер, и, конечно же, хотелки Садата сказывались на том, как развивалась ситуация, но не он один руководил ситуацией, ситуацией той войны, в которую Советский Союз вложил свой авторитет, миллиарды долларов, прислал туда тысячи своих военных специалистов и так далее. Последнее, самое главное, завершая разговор о египетской составляющей, нам для того, чтобы узнать, чего думал и чего хотел Садат, не обязательно крутить эти самые блюдечки и вызывать призраки умерших, надо просто посмотреть, что он реально сделал после поражения войны в 73-го года. Что он сделал реально? Значит, война закончилась, как я вам уже сказал, 24 октября вечером. 7 ноября, 7 ноября, через две недели, как вы понимаете, 7 ноября, это годовщина Великой Отечественной Союзной революции, то есть это главный советский праздник, это тот день, когда все советские посольства во всех странах мира, официальный торжественный прием в посольство, приглашается руководитель государства, лучшие люди страны, деятели культуры и так далее, все выпивают и поздравляют друг друга. А 7 ноября 73-го года в Каир прилетает Киссинджер, госсекретарь США, они весь день беседуют с садатом вместо того, чтобы идти на прием в советское посольство и вечером Каирская радио объявляет о том, что Египет и Соединенные Штаты восстановили дипломатические отношения. Это была плюха номер один. Ну а дальше произошло чудо, дальше произошло чудо. 19 ноября 77-го года, через 4 года после окончания Кравопролитнейшей войны, в Иерусалин прилетел самолет и из самолета вышел Энвар Садап, приглашенный туда, премьер-министром Израиля, премьер-министром это был немалый Менахин Бегин, руководитель тех самых экстремистов из Иргуна, Иргуна Лецель. А вот Сирод Роман проследовал в парламент, Кнесет выступил в парламенте с обращением о мире, после чего в сентябре следующего 78-го года они встречаются в Кэмп Дэвиде за годной резиденцией американского президента, то есть президент Джимми Картер, Менахин Бегин, бывший значит еврейский террорист и Анвар Садат, они подписывают такое трехстороннее соглашение о мирном регулировании конфликта и наконец 26-го марта 79-го года уже между Израилем и Египтом подписывается мирный договор именно на этих условиях Израиль полностью вернул полностью вернул весь оккупированный в 67-м году Синай Египту в обмен на прекращение огня, не прекращение огня, в обмен на мирное соглашение признание Израиля под американские гарантии за что оба Менахин Бегин бывший террорист и Анвар Садат любитель Гашиша стали Нобелевскими лауреатами Нобелевский лауреат Нобелевские премии мира убили его 6 октября 81-го года в годовщину начала войны был очередной военный парад по этому поводу в Каире как известно трибуну где он был закидали гранатами и стреляли из-за стрелкового оружия вот так он за все это дело и заплатил разговор о других участниках с арабской страны не займет у нас сколь-нибудь большого времени о Садане все просто король Хусейн все понял все понял с одного раза умный человек понимает учится на своих ошибках но один раз опыт войны 67-го года объяснил королю Хусейну что не надо воевать с Израилем опыт мятежа который подняли палестинцы ну арафатовские палестинцы при поддержке сирийцев показал ему что надо выходить из всей этой кампании в результате хотя мирный договор между Иорданией и Израилем был подписан намного много позднее аж в 94-м году вообще в другую эпоху уже после Советского Союза даже но фактически Иордании из этого безобразия вышло и в войне 73-го года не участвовало Сирия Сирия все пошло по-другому вот Сирия это как раз стала именно Сирия в этот момент потихонечку забирает а после войны окончательно становится любимой женой кремлевских диктаторов на Ближнем Востоке там выцарился товарищ Хафис Асад это родной папа нынешнего Башар Асада от нынешнего Мясника там такая красивая цепочка переворотов мы уже говорили что там все это бурлило переворот за переворотом первый переворот цепочки приведших Хафис Асада произошел в 63-м году после этого он стал командующим ВВС через три года в 66-м году он принимает участие в следующем перевороте который останел от власти арабских социалистических возрожденцев то есть руководители партии БАС правителем стал генерал Салах Джадид в этом правительстве Хафис Ас становится уже министром обороны и соответственно в 70-м году проводит следующий переворот свергает Джадиды и становится пожизненным диктатором причем диктатором самым таким в простых формах простых формах уже без всякого стилистического возрождения была выстроена просто персональная персоналистская диктатура партию БАС задвинули под коврик весь силовой блок охранка все эти СБ КГБ военные министры и так далее все это находилось в руках религиозного меньшинства так аккуратненько выразимся религиозного меньшинства оловитов но одни считают что оловит это такая вот направление в исламе другие я ничего не знаю в этом деле другие говорят что это богомерзкие еретики вообще никакие не мусульмане короче говоря вот эти оловиты которые живут в Сирии которые составляют там меньшинство причем меньшинство как вы уже поняли к которому по-всякому относятся окружающие их сунниты и шииты но в основном суннитская страна конечно Сирия вот то есть опираясь на это меньшинство ненавидимое окруженное меньшинство которому можно было не бояться что они будут дальше затевать следующие перевороты он сформировал вот эту диктаторскую систему террористическую которая позволила ему проправить до 2000 года и потом после его смерти его наследовал сын Башарасад этот товарищ эта публика не имела никаких оснований спорить с Москвой у них не было к тому ни желания ни возможности и в данном случае мы можем говорить в самом прямом смысле это слово о марионетке которые дергали за ниточку передавали указания указания выполнялись благо и на Сирии обрушился дождь на новейшего советского вооружения включая новейшие танки в огромном количестве о чем мы будем говорить включая новейшие зенитные ракетные комплексы и всякое такое прочее на последних тактах нашего сегодняшнего разговора мы наконец-то заговорим о стране номер один мы обсудили всякие загадочные арабские режимы мы обсудили страну номер два теперь самое время вспомнить про страну номер один ну во первых мы про нее уже много сказали а в каком состоянии внутреннего раздрая и цепочки внешнеполитических поражений находили Соединенные Штаты плюс да действительно трагедский скандал который осенью 73 года был в самом разгаре который тоже сказывался на возможностях президента Никсона вообще что-либо существенно производить надо сразу же отметить что значит Никсон ни с одного боку не был евреем скорее даже наоборот трагедский скандал привел к тому что все грязное белье было выброшено наружу были найдены какие-то там записи каких-то его переговоров внутреннего значит общения с его советниками сотрудниками не очень не очень он там позитивно отзывался даже нет не в смысле боже упасения смысла какого-то бытового антисемитизма в том смысле что еврейская община Соединенных Штатов поддерживает политического оппонента демпартию и вообще ведет себя крайне нехорошо и некрасиво тем не менее надо сказать что именно этот человек именно этот человек президент Никсон способствовал и вооружению серьезному перевооружению прежде всего авиации израильской авиации а во время войны которому государственного дня в общем-то именно его действия они не решили исход войны но они конечно же оказали огромную помощь Израилю при этом надо сказать что начинался год 73-й год это то есть январь принял присягу как новый на второй срок президента он назначил в августе он назначил Киссинджера до этого Киссинджера был советник по национальной безопасности стал госсекретарем на пресс-конференции публично сказал что он президент дал указание Киссинджеру поставить первым высшим приоритетом американской внешней политики урегулирование рампо-израильского конфликта о том как надо регулировать в августе переписки с Киссинджером резолюция на меморандуме он написал мы должны заставить израильтян отказаться от их непримиримой позиции я полон решимости ну дальше идет выражение которое приводится как стиснуть зубы и сделать это сейчас потому что мы не можем более позволить этому продолжаться и иметь сотню миллионов ненавидящих нас арабов на чем спекулируют пасутся ловят рыбку в мутной воде радикалы и конечно же СССР далее теперь мы единственный друг Израиля в мире но я еще не видел ни крупинки отдачи с их стороны под отдачей понималось то что выделывал Киссинджер да вот Киссинджер да вынужден вынужден констатировать да Киссинджер еврей по маме по папе все нормально а еврей жив по сей день ему уже скоро сто лет будет дай бог и дальше конечно же до 120 самое вежливое что я готов сказать про его политическую биографию это политическое животное грязное политическое животное абсолютно беспринципный феноменально лживый и честно сказать проваливший все за что брался вот такой замечательный товарищ ну и наверное я должен извиниться если есть любители животных общество защиты животных за такое сравнение обидное для животных по отношению к Израилю Киссинджер себя вел с позиции самоназначенного старшего брата я богатый я сильный и самое главное я умный я знаю все что надо делать я вам все скажу и вы делаете и мы вас спасем мы все вырулим вы только делайте что мы вам говорим практически и очень конкретным следствием было то что конечно же не только чтобы уж только по этой причине но это была важнейшая причина давление давление страны Соединенных Штатов в лице Киссинджера до последней минуты до последнего часа мы об этом будем говорить совершенно документально Киссинджер давил и требовал чтобы никаких упреждающих действий не было чтобы значит мы все решим мы все решим ничего не будет только главное чтобы вы не дергались что имело свои весьма весьма печальные последствия вот такова была ситуация накануне этой войны такова была позиция великих и малых мира сего и был еще один фактор о котором мы будем говорить в следующей передаче она будет завтра завтра вам не придется долго ждать был еще один фактор про который мы знаем очень мало и не скоро узнаем больше по поводу которой самые разные оценки в диапазоне это ничего просто болтовня для желтой прессы вплоть до того что именно этот фактор который был решающим который предопределил все то что мы видим на поверхности это как вы понимаете израильская атомная бомба а вот об этом мы и поговорим а завтра в 6 часов вечера по киевскому времени сегодня спасибо за внимание бомб мб а Продолжение следует...